Во-первых, хочу поблагодарить организаторов этого всего мероприятия, издательский дом «Крестьянин» Семёна Григорьевича. И хочу заметить, какая у нас красивая Родина. Я был и в Лёшках, и в Кардинской, и я очень рад. Значит, это не зря государство облаживает деньги. И когда мы стонем, что дешёвое зерно, пошлины и так далее, посмотрите, куда укладываются деньги. По поводу «Ноудила». Сейчас уже всем всё ясно, практически всем всё понятно, как работать, какие препараты применять, какие удобрения и так далее. Плюс-минус, практически, куда бы я ни ездил, у всех всё одинаково. Только каждый подстраивает технологию под свои почвенно-плиматические условия. Потому что многие будут приезжать и говорить, как мы приехали к Семену Григорьевичу, а он говорит, а я делаю так, у меня хорошо получается. А есть люди в зале, говорят, да нет, у нас, мы так пробовали, нет, у нас по-другому. Мы должны знать свои почвы. И чтобы, когда ты узнаешь свои почвы, ты уже будешь знать, как правильно пользоваться инструментами для посева, для обработки и так далее. Я вспоминаю Семёна Григорьевича, когда 9-10 год семинары организовал агротехник. И Семён Григорьевич всегда меня носом тыкал. Вы дискуете, где упожненные остатки? Я говорю, да не будет у вас упожненных остатков. Убедились? Нет, да. Вот это вот и многие, кто работает, ищут подушку 15 сантиметров. Ну, к сожалению, куда-то надевается. Весной есть, осени уже нет. Ну, действительность такая, да. По поводу севооборота. Всегда вот, буквально позавчера смотрел Агробук. И анализ рынка зерна и масличных только происходит. Именно рынок азимой пшеницы и подсолнечника, да. В этом и связан весь севооборот. То есть у нас есть набор культур. То есть это 50% севооборота, по которым сеют пшеницу. То есть 50% азимы и зерновой. То есть туда входят азимы, лечмей и пшеница. Остальные все культуры в севообороте, это 50%, это предшественники. То есть это подсолнечник, это кукуруза, это лен, это нут, это кориандр. Это крестоцветные. То есть если осенью нету влаги, да, то есть сеешь яровый, рапс, либо же горчицу, что дороже стоит, например. Поэтому здесь уже вы ориентируетесь, как, что и есть, да. Плюс к этому, вспоминаю тоже очередной семинар был у Василия Ивановича в хозяйстве. Когда спросили, сколько у вас культуры, он сказал, и мы по этим культурам сеем азимы и зерновые. Был пожилой человек, ну как мужик пожилой, он сказал, а так зачем огранутали, когда сколько культур, и не надо сеять азимку по азимке, да, рулову ломать, там, защиту растений и так далее. Это в целом по севообороту. То есть весь набор культур, который есть, это учительники под азимы и зерновые. По хозяйству Василия Ивановича за этот год скажу, ну, чтобы понимали, если посмотреть статистику, Октябрьский район Ростовской области, ну, наверное, кроме восточных районов, самую низкую урожайность по азимам и зерновым получил. Ну, чтобы понимали, почему. Всего за май месяц 12 мм осадка выпала в целом по району. То есть это не одним дождь прошел, это 4 мм, или через день 8 мм. В таких условиях Октябрьский район получил урожай. Ну, то есть азимы и ячмень 38,8 мм. В Октябрьском районе 36 мм. Это азимая пшеница. Это буквально оперативные сводки открывал Минсельхоза. По хозяйству Василия Ивановича пшеница 49 мм, а азимый ячмень 54 мм. То есть разница. То есть я должен понимать, что прямой посев имеет преимущество, когда недостаточно осадков. В этом году в целом по области, ну не по области, я расскажу про Ставропольский край, все знают добровольное предприятие, там работал главным агономом Горбинка Андрей Николаевич. Он говорит, у нас парадоксально добровольное всегда получало больше урожая, потому что под прямой посев и так далее. Но в этом году почему-то оно получило меньше, чем по сравнению с классиками. Нужно смотреть почву, и должны знать, чем больше влаги на обработанной почве, тем эффективнее используется удобрение. Это факт, и от этого не надо отнекиваться и так далее. Прямой посев, он эффективен, когда дефицит влаги. Разговаривали, ну вот разговор шел по удобрению. А как-то встречались в прошлом году, вот Александр Анатольевич Китов сказал, кто бы заложил бы опыты, где сравнил. Эффективность касса, ЖКУ, совместного действия, Александр Анатольевич услышал, сделали в этом году. Сделали по кориандру, сделали по льну, по гороху и по нуту. Мы это заложили. И по подсолнечку, но еще уборки нету, да, по подсолнечку. В общем-то, по нуту, в отношении нута, коль уж сейчас Константин Эль говорит, и мы ходили, смотрели посел пшеницы по нуту, и, видимо, нут это визитная карточка предприятия Семена Григорьевича. По нуту у нас получилась по этому году максимальная прибавка, это когда 100 литров на гектар касса. С посевом? С посевом, 100 литров на гектар касса. Прибавка 2 центнера получилась. Где вносили 100 литров касса, 100 литров ЖКУ, была прибавка 1,6, но посчитайте, если то на ЖКУ, там 64-600 было, если по 8, то есть это в минус получается. Это от контроля. Что? От контроля, да? Да, без удобрения. И парадоксально, что в этом году горох без удобрений лучше показал урожайность на 2 центнера, чем где все удобрения. Ну, сухо было, наверное. Вот так. И в этом году, в этом году, если посмотреть, если посчитать, как с точки зрения науки, посмотреть, эффективны ли удобрения или нет, да, удобрения эффективны через статистический анализ. Но если посчитать с экономики, то как по всем культурам, которые мы изучали, ну, где закладывали опыты, эффективность только с кассой, кроме горох. Ну, то есть, вот такие вот опыты закладываем, но, скажу еще раз, но, потому что не было осадков. Не было осадков. Как часто это у вас первый раз? В смысле? Ну, я говорю, это один раз у вас. Ну, в прошлом году вы знаете, что у нас июнь месяц, там, до 20 июня дожди шили. У нас в прошлом году, в этом году даже больше, скажем, мы закладывали поле по фунгицидам опыты. Так вот, там, где закладывали, где были фунгициды по вегетации, урожайность ниже получилась. Там, представитель одной фирмы аж занервничал. Говорит, вы мне выгодно. Ну, вы приезжали, да? Я не приезжал. Ну, ваш компаньон или кто-то, да. Вот. Нет, почему? Не только Басфу. Басфовские, кстати, препараты показали наивысший результат по сравнению с Байером и с Сингентой, да. Вот. Но там был свой фун и свое но, потому что там протравливание было Басфовским препаратом Систива, тоже свою функцию сделал. То есть, поэтому год неординарный, год неординарный, потому что, ну, таких осадков на самом деле не было. Потому что всегда в мае месяце что-то какие-то осадки выпадают для зимних культур дает определенный пункт. Вот и яровые культуры в этом году как бы и пострадали из-за того, что не было осадков. Еще мысль такая. Вернусь к анализу зернового рынка, что два дня назад посмотрел, агробук, и выступление там одного спикера, он сказал, что будет востребовано качественное зерно. Опыт хозяйства. По поводу вот смысла ли я рассказал, буду вот все равно добивать очувствующую жатку. Ну, смотрите, купили два года назад свальную жатку и стараемся всю озимую пшеницу положить в волки. Ну, и знайте, что перед уборкой активизировались органы МЧС, давайте противопожарные мероприятия делать. Ну, и сосед, фермер, подошел, говорит, скосительным по периметру вот в волки, ну, там мы когда договорились, в общем, и уберите. Ну, и купили инфраскан, поняли, для определения качества зерна. И вот человек убирает, мы зашли в эти откосы, убрали скошенные волки. Вот. Определяем качество. Белок 12,5, там, клейковина и так далее, этот белок. И он убирает напрямую. Это же поле, он заходит. Прибор даже не взял. Вот такой потери. Поэтому не всегда говорят, мы в выигрыше, мы в выигрыше от классиков тем, что мы можем себе позволить лишние затраты, чтобы сделать свал. Потому что экономия топлива. Поэтому вот качество. И в этом году, да, у Василий Ивановича по зерну ниже 12% белка нет. А прибор не взял, это значит, сколько был белок? Ниже 8,5. То есть, вот такой вот. Поэтому все новое, это хорошо забытое старое. Вот. Поэтому... А Влада на свале какая была, когда он ушел в свалку? Ну, прибор не берет. Прибор не берет. В этом году было интересно, парадоксально, если кто наблюдал, что листья сгорели, а раскрываешь коло, с коло желтый стоит, а зерно только начинает воск. Вот эту фазу мы искали. Сгорело, да. Никто не видел в этом году, не наблюдал на горохе, когда горох стоял зеленый, а через два дня приехал на поле, а там он белый стоит, и боб побелел. А ты когда-то раскрываешь бок, а там зеленые горошины еще. То есть, сено. Вот такое вот было. Да. Вот такие вот ситуации. Поэтому с чем еще столкнулись в этом году? Самое интересное. Ну, то есть, ну, на свал скашивали. И с чем столкнулись? Скосили на свал, да, присутствовала там циклохена, брозер и так далее. На свал скосили, ну, нормально все. Потом прошло время, там бюнки появились, речишка бюнковая, глифосатом отработали. Через 10 дней на поле приезжаешь, а там и спящий почек из этих вот остатков стеблей. Боковые побеги амброзы выросли. Ну, то есть, есть такие еще нюансы наблюдаем. Ну, что в целом так. В принципе, как у всех, ждем цену на зерно, чтобы... Есть вопросы? Григорий Васильевич, пожалуйста. Григорий Васильевич, вы сказали, на контроль его опыта закладывали 100 кг. 100 литров кассы. 100 литров кассы, 2 центра от рыбалки, это на пшенице? Не, не, на пшенице. Это на... Это на... Это на нещевых культурах, так называемых. Это лен. Мы закладывали на льне, на кориандре, на ноте, на горохе. Продолжение следует...